Холготки с эффектом второй кожи. Я подобные на самом деле вижу впервые. Странно, что они еще не завирусились. Всем привет! С вами снова Таня Стрелова и это мое новое видео. Еще погонов не хватает на плечах. Сбоку у меня сейчас находится огромный пакет Wildberries. Я думаю, что с этим объективом он просто не влезет в кадр. Ну, либо меня закроет полностью. Вот. Здесь реально много прям интересных, прикольных и бюджетных, в том числе, вещиц, о которых вы обязаны узнать. Некоторые, кстати, я покупала по совету каких-то блогеров. Целыми днями я смотрю на этот пакет. Не так хочется там разобрать все эти коробочки, баночки, посмотреть, что я там заказала. Некоторые товары я уже забыла, мне кажется. Я реально уже, мне кажется, все на свете протестировала для создания локонов без вреда для волос. Вот эти вот трубки тканевые, которые закреплять нужно крабиком. Какие-то странные бигуди пластиковые, силиконовые, странной формы. И это все было на моей голове уже много-много раз. Но тут мне попалось еще одно изобретение. И знаете, мне очень странно, что они еще не завирусились. Я пока что не видела роликов никаких с ними в соцсетях. К чему я, собственно, веду? Вот, пожалуйста, виновник нашего разговора сегодняшнего. Это бигуди. Сверху они выполнены из микрофибры. И, как я поняла, там внутри какое-то металлическое гнущееся основание, благодаря которому можно зафиксировать легко свои волосы без дополнительных резиночек, крабиков и прочей разной ерунды. Так что давайте посмотрим, что здесь нам предлагают. Да, это мягкая-мягкая микрофибра. Посередине у нее вот такая вот резиночка. А начиная вот отсюда уже протянута по самому краю проволока. Она как бы вшита сюда. Надевается она на голову точно так же, как и все вот эти популярные прибамбасы сверху. А можно из нее сделать чепчик, например. Уши закрыты, не продувают. В конце этого видео мы с вами ее протестируем. Я попробую накрутить волосы и, думаю, даже оставлю на ночь и покажу вам результат. Итак, что у меня тут дальше идет? И это очень-очень-очень классный напиток с имбирем и лимоном. Если что, это чай у меня в руках. Я, конечно, кофе люблю больше, чем чай. Но если он будет полезным и вкусным, то почему бы и нет? Сейчас я пью вот такой вот чаечек от Guarchibao. Это детокс-чай для похудения. Он полностью натуральный. Кстати, очень вкусный. У меня с имбирем и лимоном. Там есть и другие вкусы. Если что, я одну пачку уже закончила. Она рассчитана на курс. Здесь внутри 20 фильтр-пакетиков. Потом я сделала перерыв недельку. И можно еще раз пройти этот курс, чтобы прям конкретно так очиститься. Получается, сейчас пропью вот эту вот пачечку и потом начну пить уже свои обычные чаи. Что делает этот чай? Он очищает все системы организма от шлаков, токсинов. И просто, получается, восстанавливает здоровый баланс изнутри. И вообще рекомендуется подобное очищение проводить хотя бы 2 раза в год. Я вначале сказала, что этот чай не только очищающий, но он еще и для похудения. Получается, он снижает и аппетит. Он обладает дренажным и легким мочегонным эффектом. Ну и плюс легким слабительным эффектом. Я вам сейчас покажу, как он выглядит. Вот такой вот фильтр-пакетик, который нужно заваривать точно так же, как и обычный чай в пакетиках. Закидываем в чашечку, заливаем горячей водой и ждем, когда он настоится. Тут есть и семена расторопший, и александрийский лист, и тысячелетние кусочки фруктов. Я примерно 1-2 кружечки выпиваю в день, и этого достаточно. Обязательно не на голодный желудок. И да, если что, есть там некоторые противопоказания. Например, не нужно его пить беременным. Так что обязательно обратите внимание на этот пунктик. А так его можно найти и на Вайлберис, и на Озон, и, наверное, на других маркетплейсах. Итак, следующая коробушка. Вот такая вот большая. Ну, я думаю, вы уже поняли, что здесь у нас находится обувь. Кстати, на улице уже настоящая зима, поэтому обувь сейчас это уже актуально. Моя любимая бежевая эстетика, мне кажется, смотрится очень стильно. В первую очередь мне понравилось, что их можно носить практически с любым стилем, и они будут очень так мягко смотреться. Например, если надеть с юбкой, с платьем. Их можно, по сути, даже и со спортивными штанами носить. А вот если, например, ты надеваешь платье с ботинками на шнуровке, то все равно немножко грубовато. Здесь мягче будет выглядеть. Внутри они прям очень-очень мягонькие, приятные. Большой плюс, что здесь есть небольшой каблучок, и сама вот эта подошва, она прорезиненная, поэтому не будет скользко в гололед. В целом они выглядят точно так же, как и на картинке. И да, хочу сразу отметить, если вы думаете, что вот эта вот молния открывается, то нет, она здесь чисто для декора. Открывается только вот эта вот боковая. У меня это 39-й размер в жизни, а тоже 39-й ношу. Заказала, кстати, только один размер, и он сразу же мне подошел. По первым ощущениям, они прям мягкие внутри, подклад теплый, так что нога не должна замерзнуть. Идем дальше, и следующее. Это сейчас самая популярная косметичка, благодаря которой на столе туалетном не создается хаос. Мне она просто идеально подходит, потому что когда я крашусь, в конце этого макияжа я вижу полностью заполненную косметикой столешницу. Ну, нет у меня такой привычки, знаете, взяла тушь, накрасила реснички, обратно положила в косметичку. Потом взяла помадку, накрасила губки, сразу же положила обратно в косметичку. То есть это все я кладу почему-то именно на стол. Смотрите, косметичка представляет из себя вот такую вот большую лепешку. Выкладываем сюда свою косметику во время макияжа, и потом в конце, когда уже все это дело закончено, просто при помощи вот этих вот пластиковых штучек затягиваем ее, и все наши причиндалы остаются внутри. То есть это такая косметичка-мешок. Можно просто ее носить как сумочку, а можно положить куда-то в чемодан или в свою повседневную сумку. В комплекте здесь есть еще вот такая вот ручка, которую можно где-нибудь сбоку тут прикрепить. Также у меня здесь есть несколько новиночек от бренда Fruitya. Это, если что, Корея. Начну я с вот такой вот сыворотки с черникой. Она увлажняющая. Она идеально подходит для нормальной, для сухой и для обезвоженной кожи. И это у них самый концентрированный продукт из всей линейки. Фишка в том, что она на 71% состоит из экстракта черники. И она супер-супер увлажняющая. Она сама по себе очень такая легкая, приятная, и быстро-быстро распределяется. И вот я сейчас нанесла на свою руку ее, и мгновенно просто это место увлажнилось. Посмотрите на мою руку, и посмотрите на вторую. То есть, эта рука стала похожа на ту самую кожу, увлажненную, как у кореянок. Следующее, это вот такой вот кремушек тоже от Fruitya. Он с себорегулирующей и идет с виноградом. И, кстати, я совсем забыла сказать, что и у вот этого крема, и у сыворотки была использована уникальная технология 48-часовой низкотемпературной экстракции. Благодаря такому подходу получается сохраняется максимальное количество витаминов и полезных веществ в средстве, и также оно проникает намного глубже в слои эпидермиса. Именно этот крем хорошо подходит для проблемной и жирной кожи. Он борется с высыпаниями, и наносить его нужно уже после тонера и сыворотки. Да, такая маленькая баночка, конечно, быстро закончится, но, например, в целях экономии можно наносить чисто на проблемные участки кожи, ну или купить можно полноразмерную версию, большую. И последнее от этого же бренда, это вот такие два пакетика в виде рукавичек. Это такие отшелушивающие диски тоже с зеленым виноградом. Сейчас подобные продукты очень популярны. Это такой чисто дорожный формат, ну или для тех, кто хочет распробовать подобный продукт. А так у них продаются такие большие банки, где уже находятся 70 дисков. Но я думаю, все вы и так прекрасно знаете, что подобные диски предназначены для удаления омертвевших клеток и очищения пор. Итак, достаю следующую коробочку и открываю. Я, кстати, даже не знаю, что здесь внутри, но подозреваю, что стаканы. Да, надеюсь, целую, потому что я не заглядывала. Это те самые популярные распиаренные сейчас стаканчики. Самое главное, они ребристые. Ну смотрятся очень стильно. Я на пробу заказала два таких стаканчика. Если что, потом дозакажу и соберу целый набор. Мне кажется, в таких, например, воду или какие-то напитки пить одно удовольствие. И, кстати, такого же типа еще продаются графины. Тоже очень прикольно выглядят, но графин мне пока что не нужен, поэтому я не стала его заказывать. Но, возможно, потом что-нибудь у меня переклинет в голове. Я закажу его. Далее здесь у нас что-то хрупкое. Я подозреваю тоже, наверное, стеклянное. Что-то для кухни. На этот соусник я уже очень давно смотрела и долго думала, надо это мне или нет. Но, по сути, необходимости в нем не было. У меня есть соусник. Но настолько он красиво выглядел на картинке, что я просто не удержалась. Плюс я еще в Инсте очень много роликов смотрела. И он такой эстетичный. И вы только посмотрите. И, кстати, стоит недорого. Можно сюда налить молочную пенку и так красиво поливать свой кофе сверху. Я повелась все-таки на рекламу в Инсте и взяла себе колготки с эффектом второй кожи. Все вы наверняка сто пятьсот раз видели эти колготки, которые создают такой эффект, как будто вы надели капронки, но, по сути, они теплые. Сверху они черные, полностью черные. А с внутренней стороны у них вот такой вот телесный подклад. Вот так это все дело выглядит. Но я не скажу, что они прям супер теплые. Здесь нет никакого начеса. По сути, у них идет плотность 100 ден, но создается эффект, как будто у вас колготки 40 ден. На своих я, кстати, нашла вот такой вот некрасивый косячок в виде светлой проплешины. Естественно, его никак не убрать. Следующее, что я взяла, это новый ремешок для своих часиков. И это вот такой вот стильный коричневый ремешок. Он даже немножко такого шоколадного оттенка. Я не скажу, что он прям супер качественно как-то сделан. С внутренней стороны есть некоторые некрасивые элементы, которые не очень аккуратно склеены. Но в целом с лицевой стороны все довольно неплохо. Я, кстати, буквально недавно узнала, что оказывается для часов можно тоже покупать различную бижутерию. Вот такой вот наборчик я взяла из сердечек. Называется это кольца на ремешок. В наборе тут 4 штучки. Вообще подобные кольца очень-очень много где продаются. Они есть абсолютно разных цветов, разных видов. Сразу нацепила на ремешок весь набор. И вот так теперь выглядят мои часики. Вернее, мой ремешок на часах. У меня тут есть одна интересная вещичка для чая. Вот она, кстати. Главное, чтобы она где-нибудь в кружке у меня не лопнула от горячей воды. Надеюсь, здесь очень хорошее стеклышко находится. Это вот такая вот колбочка. Причем она идет с пробкой. Сюда мы засыпаем чай, закрываем и кладем ее прямо куда-нибудь в кружку или в стакан. Все зависит от того, в чем вы хотите пить чай. И, короче, благодаря вот этим вот отверстиям чай начинает завариваться. На самом деле штука удобная. Например, если тебе захотелось выпить только кружечку одну чая, чтобы не заваривать полный чайник, просто засыпать сюда, заварить и выпить. И, кстати, продавец тут предупреждает, что не нужно ее заливать крутым кипятком во избежание повреждений. Походу она может лопнуть от слишком горячей воды. Я тут разбирала свою косметичку и обнаружила, что у меня очень много карандашей-огрызков, которые практически закончились, но выкинуть их пока что жалко. И я нашла на Вайлберис вот такое вот изобретение. Это специальная такая штучка для карандашей. Она, конечно, предназначена для карандашей для рисования, но почему бы сюда не вставить нам обычный косметический карандаш? Просто его так будет удобнее держать в руках, потому что вот этот маленький пенечек, его как-то некомфортно, особенно с такими ногтями, как у меня сейчас на данный момент. Поэтому просто сюда мы его вставляем и все. Если мы используем обычный ободок, который повторяет контур головы, то вот эти места, они как бы у нас зализываются. Но если мы используем квадратный ободок, вот здесь вот остается объем. Я подобный на самом деле вижу впервые. Мне стало интересно попробовать, как будет смотреться подобное изобретение. Он реально вот такой вот квадратный. Надеюсь, он мне не сделает квадратную голову. Выполнен он из обычного пластика. Здесь ничего такого особенного нету. Ну и стоил, в принципе, бюджетно. Сейчас эти ободки продаются активно на Вайлберис. Изначально я только на Алике их видела. Недавно на Вайлберис мне попался на глаза вот такой вот супер бюджетный стик для контуринга. Мне стало интересно попробовать на себе его, потому что в таком формате продукты я очень люблю. Мне нравится контурировать лицо именно кремовым стиком. Потом я могу, допустим, его закрепить уже сухим продуктом, если мне хочется сделать более яркий эффект или более стойкий. Вообще, на картинке у него прям очень такой благородный оттенок. Я взяла в цвете Мокко. Там, по-моему, еще было два. Да, был еще кофе с молоком. Он прям суперсветлый. Мне кажется, для блондинок хорошо подойдет. И Макачино. Он посветлее тоже чуть-чуть, чем у меня. У меня самый темный получается. Мне тут карандаш какой-то положили с витамином Е. Он, конечно, жестковатый. Ну, для слизистой не подойдет, но для стрелочек, думаю, подойдет. Вот такой вот он малюсенький. 270 рублей, по-моему, стоил. Давайте посмотрим, сколько его здесь вообще внутри находится. Все. Вот это вот максимум. Ну да, немного. Немного, а могло бы быть хотя бы вот столько. Немножечко не то, что я хотела. Я думала, что он будет немного холоднее. Субтитры сделал DimaTorzok Как я обещала, давайте приступим к укладке. Я нанесла немного крема специального для волос перед тем, как накрутить. И немножечко солевым спреем сбрызнула. Ну а дальше накручиваю все как обычно. Спать, если что, было неудобно. Я уже потом их сзади закрепила в виде венка, но все равно чувствовалась эта штуковина. На голове я постоянно просыпалась. Ладно, смотрим и оцениваем результат в комментариях. Как вам кудряшки? Субтитры сделал DimaTorzok На этом свое видео я буду заканчивать. Спасибо большое, что досмотрели его до самого конца. Мне безумно-безумно приятно. Если что, все ссылочки и артикулы я оставила в описании. Не забывайте подписываться на мой канал. С вами была Таня Стрелова. Всех люблю и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok